Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня гость нашей студии, гость рубрики «Серьезный разговор» депутат Сахалинской областной думы, председатель комитета по социальной политике Сахалинской областной думы, наш депутат из Барной Атахи Владимир Демьянович Иванцов. Здравствуйте, Владимир Демьянович. Добрый день, Никита. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Владимир Демьянович, в Сахалинской областной думе вы возглавляете социальный блок. Ни одно заседание думы практически не проходит без рассмотрения вопросов социальной политики. Не так давно знаю, что вступили в силу целый ряд законов, направленных на дополнительную социальную поддержку граждан. Расскажите подробнее о них. Да, Никита, мы в первом чтении приняли законопроект, и 4 декабря будем принимать во втором окончательном чтении законопроект, которым вносятся изменения в четыре закона Сахалинской области. Ну и чего касается этих изменений, я остановлюсь на основных таких моментах, которые интересуют многих жителей Сахалинской области. Ну, во-первых, вы знаете, что у нас существует закон, по которому всем беременным женщинам, вынашивающим третью и последующих детей, с 12 недель беременности выплачивается ежемесячная выплата по полторы тысячи рублей на полноценное питание. Вот этим законом мы вносим изменения, по которому всем беременным женщинам, по показаниям врачей, будет выплачиваться эта ежемесячная выплата в размере полутора тысяч рублей. Значит, всем гражданам Сахалинской области, кто проработал в районах Крайнего Севера, в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, вы знаете, что выплачивалось у нас пособие в размере 550 рублей. Сейчас, 1 января следующего года, будет выплачиваться эта выплата в размере тысячи рублей ежеквартально. Значит, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно 9 мая будет выплачиваться пособие в размере 10 тысяч рублей. Всем остальным категориям, это узники фашистских концлагерей, блокадники, ветераны Трудового фронта, ежегодно 9 мая будут выплачиваться пособие в размере 5 тысяч рублей. Гражданам, которые не являются инвалидами, но нуждаются по медицинским показаниям протезно-ортопедических изделиях, по этому закону предусмотрено, что они будут или обеспечиваться этими изделиями, или же им компенсируются расходы за самостоятельно приобретенные изделия. Ну вот основные моменты этого закона, который 4 декабря будет принят и вступит в свое действие с 1 января следующего года. В ноябре принят закон, дословно его зачитаю название, об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на территории Сахалинской области. Расскажите, увеличится ли число получателей бесплатной поддержки и напомните, какие категории граждан имеют право на эту бесплатную поддержку? Ну, во-первых, значит, у нас существовал закон, по которому, если гражданин, который нуждается, а это одиноко проживающие граждане или супружеские пары, которые не имеют родственников, или граждане и инвалиды, которые имеют родственников, но те не могут по тем или иным причинам оказывать им помощь. И вот доход, которых по ныне действующей закону составлял менее проживающего минимума, а он у нас в Сахалинской области, ну, чтобы было понятно, допустим, с 1 октября этого года для южных районов Сахалина эта сумма составляет 12 400 рублей, ну, для АХИ она составляет 15, с коэффициентом района 15 300. Так вот, сейчас мы вносим изменения, теперь, значит, предоставляется бесплатная социальная помощь, если у граждан доход душевой составляет менее полуторанной величины прожиточного минимума. Значит, ежегодно этот прожиточный минимум теперь у нас с этого года пересматривается дважды, с 1 января и с 1 октября текущего года. Что это позволит? Если вот раньше по этому закону у нас этой услугой бесплатной в Сахалинской области пользовались всего 135 человек, вот это изменение позволит уже пользоваться этой услугой более чем тысячи человек. А это услуги разные, это бытовые услуги, оказание, допустим, помощи, чтобы принести продукты, приготовить пищу, различные санитарно-гигиенические мероприятия. Допустим, инвалидам, детям инвалидам, это помощь в обучении, в трудоустройстве и так далее, это целый длинный перечень, по которому оказываются вот эти бесплатные социальные услуги. Не так давно прочитал в интернете, что Сахалинская областная дума приняла какие-то определенные поправки, которые позволяют теперь упрощать инвалидам-колясочникам какие-то там возможности передвижения, добраться на лечение в областной центр. Вы знаете, что у нас существует закон, по которому жителям Сахалинской области, которые направляются на консультацию или лечение в областные учреждения здравоохранения, оплачивается проезд туда и обратно. Причем, ну там по разным категориям, по заболеваниям, от 4 до 16 раз. Допустим, если он кобольной, там может он 16 раз в год ездить в Южно-Сахалинск. Вот. И все это оплачивалось на проезд на общественном транспорте. Ну, соответственно, для хинцев это самолет, ну можно и поездом, автобусом до ногли кидали поездом и так далее. А вот по инвалидным колясочникам проблема, потому что сложности в поезд, инвалид-колясочник, трудно все это дело, сами понимаете, добираться, самолет тоже самое. И вот они оставались как бы без оплаты. Поэтому вот я и Виктор Иванович Любушкин внесли поправку. А как оставались без оплаты? Они каким-то... Ну, понимаете, они не могут добираться в общественном транспорте. И мы их возили родственники или муж, или на личном транспорте, на автомобиле. А это по закону не предусмотрено было. И вот мы внесли такую с Любушкиной поправку, по которым теперь инвалиду-колясочнику, который направляется в областное учреждение здравоохранения, оплату производить проезда на личном транспорте. То есть они или соседа попросили, чтобы их отвезли, или кто-то. Вот там делается расчет, затраты какие понесены. Вот. И это все дело оплачивается. Вот это, я думаю, что облегчит жизнь наших инвалидов-колясочников. Вот я услышал, вы упомянули, что определенным категориям граждан, инвалидов, да, по различным категориям, есть определенное число бесплатных проездов в областной центр. Там вот 4, 16. Ну, допустим, необходимо ездить гемодиализ, да, делать. Там, по-моему, 8 раз в год сейчас цифры. Ну, какой-то категории, до 16 раз. Я к тому, что, а если есть какие-то определенные медицинские показания, ну, вот так случилось, что надо приехать чаще, или, ну, то есть воспользоваться большим количеством этих поездок. То есть, ну, я вот просто не знаю, с таким не сталкивались. Ну, я говорю, там просто предусмотрено, потому что различные заболевания требуют определенной чистоты обращения в областные учреждения здравоохранения. И вот это предусмотрено онкологическим больным, по-моему, до 16 раз. Гемодиализ, по-моему, 8 раз в год могут оплачиваться проезды. Если наш местный доктор посчитает, надо, что не 16, а 18 раз ездить. Ну, пока у нас есть... Я вот просто к чему вот такая, такого рода... Есть такое ограничение, это, наверное, придется решать в таком индивидуальном порядке. Не так давно, буквально несколько дней назад в этой студии беседовали с заместителем председателя областной думы Александром Степановичем Кислицыным, говорили о бюджете Сахалинской области на 15-й год. Говоря о бюджете, он упомянул, что порядка 45% нашего многомиллиардного бюджета области так или иначе будут связаны с социальными расходами. На самом деле это огромные цифры, огромный процент. Расскажите, Владимир Владимирович, подробнее, какие программы, какие проекты, какие средства будут направлены в культуру, здравоохранение? Ну, я еще раз повторюсь, возможно, уже телезрители слышали выступление Александра Степановича Кислицына, но, тем не менее, чтобы сравнивать чем-то, необходимо все-таки озвучить основные параметры бюджета. Надо сказать, что бюджет, как и бюджет этого года, и предыдущего, и вот на предыдущую трехлетку, он социально направленный. Все социальные гарантии и обязательства перед жителями Сахалинской области сохранены. И я уже сказал, что с 1 января уже вступают новые законы, новые социальные обязательства. Вот, и бюджетникам с 1 января следующего года будет увеличена заработная плата на 5%, и в следующем году также все вот эти социальные выплаты будут проиндексированы. Вот, основные параметры бюджета по доходам в размере 121 миллиард рублей, ну, для сравнения тоже, если первоначальный бюджет текущего года составлял всего 108 миллиардов рублей, и по расходам бюджет в сумме 129 миллиардов рублей. Ну, и правильно вы отметили, что на социальные все расходы бюджет занимает 45,3%. Ну, вот, и для понимания социальной сферы, значит, по разделу социальная политика расходы предусмотрены в сумме 13 миллиардов рублей, объем по сравнению с 2014 годом увеличен на 813 миллионов рублей, и доля на социальные расходы, в общем, объеме расходов у бюджета увеличивается, я уже сказал, на 800 миллионов рублей, и составляет 10,1%. По разделу образования расходы, запланированные на следующий год, в сумме 22 миллиарда 997 миллионов рублей, это увеличение составит 117% к предыдущему году. Значит, и доля, в общем, объеме расходов областного бюджета по разделу образования составляет 17,7%. То есть, если вот сравнить 100%, да, вот 17,7% бюджета идет на образование. По разделу здравоохранения расходы, запланированные в сумме 16 с лишним миллиардов рублей, они возрастают на 110% по сравнению с текущим годом. Доля в общем расходе областного бюджета по этому разделу здравоохранения составляет 12,6%. По разделу культура, кинематография, расходы запланированные более чем 3 миллиарда рублей, и доля расходов по культуре в общем расходе составляет более чем 2,5%. Ну вот, это что касается социальной сферы, а не безинтересно будут вот такие цифры еще озвучить. Наибольший объем расходов областного бюджета направляется на национальную экономику, это более чем 24 миллиарда рублей. Расходы на дорожное хозяйство строятся дороги, строится дорога Южно-Соколинская Хай, вы знаете, что в этом году до Смирных уже дорога асфальтирована, и в следующие годы она будет продолжаться. Здесь, в Ахе, вы знаете, большие объемы сделаны. Значит, на ЖКХ запланированы очень рекордные средства в сумме 24,5 миллиарда рублей. Ну и, конечно же, жилищное строительство. Вот на 3 последующие года в бюджете предусмотрено более 30 миллиардов рублей на жилищное строительство. Валерий Владимирович, такой вопрос может быть некоторым образом из такой психологии людей. Вот нам есть такое расхожее выражение «хорошо там, где нас нет». Всегда нам кажется, что на другом конце стола кусок слаще. Мы говорим о том, что в 45% бюджета Сахалинской области так или иначе связаны с социальными проектами, программами. Как вот мы выглядим на фоне других регионов? Ну, не знаю, там Хабаровский край, там Камчатка. Но вот вы общаетесь, знаете, насколько в наш пакет социальных гарантий, социальных услуг большой? Либо у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, вот просто ради интереса. Никита, для сравнения, да, население Сахалинской области составляет 492 тысяч человек. Более 180 тысяч человек в Сахалинской области получают те или иные социальные выплаты. Если говорить по социальным законам, по размеру выплат, то мы где-то в числе лидеров в России находимся. Ну, для сравнения, допустим, взять материнский наш оригинальный капитал. Ну, где-то установили там 30-50 тысяч. Мы сразу установили сумму 150 тысяч. Взять пособия молодым специалистам, тоже у нас они довольно приличные. И другие выплаты. У нас много различных выплат. То есть, вот цифры я привел, более чем 180 тысяч человек в Сахалинской области получают. Да, конечно, много поступает обращений. Да, мало где-то. Ну, вы понимаете, мы же не можем весь бюджет и так вот 45-30% направлен на социальную сферу. А нам нужно и развиваться, и в инвестиции направлять деньги, развивать производство, и строить дороги, и жилье, и школы, детские сады и так далее. Ну, о чем бы ни шла речь, речь идет в любом случае о деньгах. Учитывая ситуацию в стране, в мире, санкции, которые к нам применяются. Страны ОПЕК вчера отказались снижать добычу. Нефть падает, доллар растет в страну. Ну, мы так думаем, так, обывательски. Там экономика где-то лихорадит, хотя, может быть, и нет. В целом, Владимир Владимирович, вам, наверное, виднее работать над бюджетом. Общайтесь с экономистами. Бюджет 2015 года, трехлетний, скажем, да, у нас бюджет сейчас программный. Чего нам ожидать? Не отразятся ли на тех же самых социальных выплатах, на социальных гарантиях, на строительстве для молодым, на выплаты молодым специалистам? Вот те события, которые происходят в экономике. Никита, конечно, все отражается и на Сахалинской области. Мы все-таки сырьевой регион. Но, тем не менее, мы находимся в лучшем положении, чем в целом Российская Федерация. И многие регионы Российской Федерации. И мы стараемся себя обезопасить. Вот сейчас у нас, вот в текущем году в резервном фонде Сахалинской области было заложено 2 миллиарда рублей. Вот сейчас, буквально на прошлой неделе, мы приняли законопроект в первом чтении о внесении поправок в бюджет текущего года. Были получены дополнительные доходы в размере 7 миллиардов рублей. Основная часть средств направляется в муниципальное образование. Это оплата уже за выполненные объемы работ. Ну, также на развитие сельского хозяйства, на строительство детских садов, жилья и так далее. А 100 миллионов вчера бюджета хинского района поправили депутаты. Ну, вот хорошо. И миллиард рублей мы, опять же, направляем из этих дополнительных доходов в резервный фонд Сахалинской области. То есть, уже получается, у нас, ой, у нас 4 было, вот в этом году 4. Сейчас еще один миллиард мы направляем, 5 миллиардов. Проектом бюджета на следующий год у нас заложено, чтобы в резервный фонд Сахалинской области направить 3,7 миллиарда рублей. То есть, мы создаем своеобразную подушку безопасности. Если что-то случится, проект бюджета составлялся, как его называют, по оптимистическому варианту. И расчет делался из стоимости нефти 100 долларов за баррель. И вот в случае, если все это начнет падать, а вы видите, правильно вы подчеркнули, что вчера состоялось заседание стран ОПЕК. Вот и сразу цены на нефть резко упали. Но тут же и доллар, как падает нефть, тут же и доллар растет. Да, доллар растет, поэтому вот в этом плане, и Владимир Владимирович Путин об этом говорил, как бы бюджет страдает мало, но страдает население. Потому что цены растут, особенно на импортные товары цены растут. Поэтому, я думаю, вот эта подушка безопасности позволит нам, так сказать, безбедно пока существовать в случае, если что-то случится. И также выполнять все свои обязательства и производить все и зарплаты, и социальные выплаты. Ну, хорошо, по факту социальные проекты, социальные выплаты производятся, но на чем работаете, что есть в перспективе, какие законопроекты сейчас рассматриваются вашим комитетом, в этом, так сказать, портфеле, что находится? Опять я приведу пару цифр. Значит, вот с начала текущего года в комитет, соответственно, в Думу и, соответственно, в комитет было внесено 26 различных социальных законопроектов. 12 из этих 26 законопроектов были подготовлены депутатами комитета по социальной политике. Мы не только, так сказать, свои законопроекты разрабатываем, губернатор нам вносит законопроекты, другие субъекты правозаконодательной инициативы, ну и направляем, готовим законодательные инициативы в областную, ой, в Государственную Думу, обращение в правительство Российской Федерации. Ну вот остановлюсь буквально на двух таких законодательных инициативах. Мы приняли на прошлом заседании обращение в Госдуму, подготовили законопроект о внесении изменений в федеральный закон о похоронном деле и погребении. Суть в чем? Вот по этому закону выплата на погребение, плата услуг на погребение составляет всего 5000 рублей. Вот, ну, в Сахалинской области с коэффициентом. Это, конечно, недостаточно, потому что в среднем по области расходы на погребение, допустим, в летнее время составляют 14,5 тысяч рублей, в зимнее время более 19 тысяч рублей. Поэтому мы внесли изменения, чтобы эта сумма не ограничивалась, и могли бы мы сами устанавливать эту сумму. И вот это предложение нам просило, значит, и правительство области, и поступило к нам обращение от областной общественной организации ветеранам войны, труда, правоохранительных органов. И вот мы такой законопроект разработали. Вот следующий законопроект, который будет носиться в Думу тоже, буквально только его еще разрабатывал я, этот законопроект, и вот только мы на нашем комитете его рассмотрели. Это внесение изменений в злополучный закон о конкретной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. В чем проблема? Значит, вот есть у нас такие граждане, которые болеют редкими, так называемыми, орфанными заболеваниями. Это редкие заболевания считаются, если один больной на 10 тысяч человек. Это трудноизлечимые заболевания. У нас в Сахалинской области таких 135 больных и 32 ребенка из них больных такими редкими заболеваниями. Лечение этих больных требует очень больших затрат. Вот для сравнения, в области в этом году где-то потратится на приобретение лекарств для этих больных 135 человек порядка 130 миллионов рублей. Препараты в России не производятся. Это все зарубежные препараты, и то их в небольших количествах производят. И вот по этому закону, по конкретной системе, должны проводиться конкурсы и так далее. Это очень длительная процедура. Не всегда находится поставщик, и люди просто страдают, а это приводит просто... То есть, у него невозможно просто-напросто согласно этой системе приобрести? Да, да, своевременно закупить препараты и человека, а это приводит, если человек не обеспечивает этими препаратами, он начинает просто-напросто умирать. И вот мы внесли изменения, чтобы эти закупки можно было производить у единственного поставщика. Вот это в какой-то мере ускорит... Именно закупки лекарственных препаратов, да? Да, вот для этих больных именно. Вот это позволит ускорить производить закупки, и я думаю, что вот эти больные будут меньше страдать. Значит, это что касается вот таких законодательных инициатив. Также вот я говорил про обращение в правительство, что касается здесь нашей областной думы, вот что нового. Сейчас мы внесли, и тоже вот на задание кем-то рассмотрели, разрабатывали этот законопроект, я и Александр Степанович Кислицын, о приемных семьях в Сахалинской области. Что это такое? Вот вся проблема в том, что в России и в Сахалинской области происходит старение населения, то есть увеличивается количество людей пожилого возраста. Это женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Вот за 7 лет, если раньше доля населения в общем составе Сахалинской области, это такое возраста, составляло 15,9%, то сейчас уже 20,3%. То есть постоянно доля такая растет. И многие пожилые люди, кто остается одинокий, вот в целях профилактики социального одиночества, улучшения качества жизни, мы такой проект законоподготовили, чтобы могли организовываться приемные семьи. Вот гражданин хочет, чтобы его взяли в какую-то приемную семью. Или к нему на квартиру кто-то пришел, чтобы за ним осуществлял уход, или же он уходит на квартиру к тому, кто согласился это делать. И между собой они подписывают контракт, что как оплачивается, допустим, продукты питания, кто готовит, все это оплачивается. И тому гражданину, который берет на себя обязанности вот эти, создает приемную семью, будет выплачиваться из областного бюджета заработная оплата в размере минимальной пока заработной оплаты в Сахалинской области. Значит, она у нас сейчас составляет 12 400 тысяч рублей по югу Сахалина, в Ахео 15 300. И уже, вот если вы читали, вчера прошло заседание трехсторонней комиссии. Это областное объединение профсоюзов, союз работодателей и правительств Сахалинской области, которые уже рассмотрели сумму минимальной заработной платы на следующий год. Она по югу будет составлять где-то, если помню, 13 250 рублей. И для Ахеи она составит где-то 16 350 рублей. И она также будет пересматриваться. Я, как разработчик, думаю, что это позволит этим семьям, одиноким гражданам как-то жить в семейной обстановке. Это позволит уменьшить расходы на содержание, пребывание этих граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания. У нас в области 23 учреждения социального обслуживания, из которых 10 являются социальными учреждениями. Это дома-интернаты, психоневрологические интернаты, в которых находится у нас более чем 1700 человек. И существует очередь, чтобы попасть и в дома-интернаты обычного типа, и психоневрологические интернаты, вот это и будет сокращать в какой-то мере очередность для того, чтобы попасть в эти учреждения. И уменьшать затраты. Потому что нахождение в этих учреждениях социального обслуживания ежесуточно обходится для бюджета 930 рублей. Это посчитайте в год, это на одного человека. Посчитайте, какая сумма выливается. Если я правильно понимаю, что вот это изменение в законопроект, вот эти так называемые приемные семьи для пожилых людей, в этих приемных семьях как раз ожидаются те люди, которые, наверное, не могут за собой смотреть, за кем, некому за кем ухаживать. Но возникает вопрос, эти люди наверняка, вы упомянули, да, в общем, категорию, которые там неврологические какие-то есть заболевания, да и вообще человек пожилой, со здоровьем постоянно не лады, наверное, требуется постоянный какой-то контроль медицинский. Как он будет осуществляться в каких-то домашних условиях? Никита, но если контроль будет необходим медицинский, значит, будут приглашать или соцработников, которые имеют специальную лицензию для этого, или медицинских работников. Потому что, ну, вы сами поймите, что всех медицинских работников мы никак не найдем. Это человек должен, так сказать, желать этого. Вот, следующее, что, вот, кроме этого, вот сейчас мы работаем над законопроектом, тоже вносит изменения в наш закон о единовременной выплате при установлении удочерений детей-сирот в Сахалинской области. И существует дополнительно к этому у нас закон, выплачивается сумма, у нас было установлено 500 рублей, сейчас эта уже сумма индексируется 651 тысячи рублей. И есть у нас закон, по которому выплачивается единовременное пособие при установлении детей-сирот-инвалидов. Эта сумма первоначально оставляла миллион рублей, сейчас она оставляет миллион 51 тысячи рублей. И вот дополнительно к этому для этой категории детей предоставили еще одну возможность тем, кто усыновляет таких детей, или он получает эту сумму в денежном выражении, или же ему предоставляют средства на улучшение жилищных условий. По норме, которая есть в Сахалинской области, это жилье для, допустим, для двух проживающих граждан, это должно быть не менее 42 квадратных метра, для трех и более, это 18 квадратных метров на одного членной семьи. Ну и по сумме, которая рассчитывается, средняя по области стоимость одного квадратного метра жилья. Вот это тоже, в какой-то мере, должно позволить, ну что ли, ускорить процесс усыновления вот таких детей-сирот, детей-инвалидов. Значит, в планах у нас комитета сейчас это продление срока действия закона о региональном материнском капитале. Вы знаете, что такой у нас есть закон. И сумма оригинального материнского капитала сейчас уже составляет 177 тысяч рублей, федерального материнского капитала 429, и вот 177 тысяч наш областной материнский капитал. Срок его действия, этого закона, заканчивается 31 декабря 2016 года, но деньги в проекте бюджета уже заложены и на 17-й год, поэтому этот закон нужно продлевать. И мы сейчас готовим, будем вносить поправки о продлении этого закона. Ну и еще такой небезинтересный момент, который заинтересует, наверное, многих жителей и Ахинского района, да и в целом области, это поручение губернатора, которое он дал Министерству социальной защиты Сахалинской области, но и мы в этом будем участвовать. Это разработать документы на выплату единовременного пособия при рождении первого ребенка. Я тоже считаю, что это, в общем-то, большое дело, потому что, сами понимаете, рождение ребенка всегда вызывает довольно приличные расходы. Это все его снаряжение, это коляска и так далее, и так далее. Мы еще не определились по сумме, будет сумма это согласовываться, но я думаю, что это тоже будет хорошим подспорьем для всех наших семей, кто решил завестись ребенка. Подспорьем и стимулом. И стимулом, да, в какой-то мере и стимулом. Вот такие планы. Владимир Владимирович, поговорили мы с вами о том, что реализуется на уровне области, о том, что планируется. Сейчас, может быть, к завершению нашей с вами беседы о том, что происходит в Ахинском районе, о том, что так достаточно бурно обсуждается. Начнем так хронологически, да, с тех событий. Прошедший циклон вывел из строя практически всю коммунальную инфраструктуру на какое-то непродолжительное время в Ахинском районе. Ахинцы, ну, естественно, многие из них с непониманием к этому отнеслись. Все это были на том, что вот все плохо сделали, никто ничем не занимается, сидим без света, без воды. Но, может быть, со стороны виднее, Владимир Владимирович, Ахинский район, мало того, что для вас, как бы, родной и близкий. Вы, как депутат Сахалинской областной думы, знали, что творилось и в других муниципальных образованиях Сахалинской области. Может, дадите какую-то свою оценку, как с этой ситуацией мы справились? Никита, вы знаете, я действительно прожил 36 лет все-таки в Ахе. И пережили мы за эти годы много всего. И всяких циклонов, тайфунов, аварийных ситуаций. Но такого, что произошло 26 октября, я на своей памяти не помню. У нас в Сахалинской области была аналогичная ситуация в 2009 году, когда вот такой же циклон накрыл Тымовские и Александровские районы. И там почти месяц в некоторых населенных пунктах не было света, потому что тоже повалило опоры и так далее, и так далее. Так вот, вы понимаете, действительно произошла такая чрезвычайная ситуация. Я говорю, такого я на памяти не помню, чтобы одновременно столько было порушено электрических сетей, столько повалено опор. Такого не помню я просто. И вот мы в прошлую пятницу с Кислицыным встречались с генеральным директором Сахалин-Морнефтегаза Бардином Андреем Владимировичем. Значит, мы вели разговор тоже по ликвидации последствий стихии. Так вот, допустим, только в Сахалин-Нефтегазе было повалено 1017 опор. Вы знаете, что не работали промысла, и сейчас еще не все восстановлено. Работают 15 аварийных бригад, 80 человек приехали с материка, с Самары, других регионов, чтобы помогать в ликвидации последствий этой стихии. Вот, кстати, когда мы с ним встречались, с Андреем Владимировичем Бардином, мы, я поднимаю вопрос о том, что как это скажется на зарплате работников, будет ли выплачиваться 13-я зарплатная плата. Ну, пока окончательно ответа не получили, но, в принципе, не должно быть каких-то колебаний, уничтений зарплаты. И работают они над тем, чтобы все-таки и 13-я зарплатная плата работникам была выполнена. По работе муниципального образования я бы оценил работу как грамотную, профессиональную, вот, особенно мэра Александра Михайловича Шкраблюка, потому что справиться с таким объемом работы, организовать все в кратчайшее время, я считаю, что это очень высокий профинализм и грамотность и мэра, и других работников администрации, и руководителей всех подразделений города и района, кто принимал участие в ликвидации этой стихии. Как говорится, это тоже послужит и уроком хорошим на будущее, будущее, вот, но, тем не менее, быстро очень справились. Вы знаете, что в прошлом году у нас в Северском районе был порыв на электросетях, но там горная местность и так далее, целый месяц, почти город сидел без света, целый месяц. Поэтому были и ко мне звонки в Южный Сахаринск, к сожалению, я не был сам свидетелем этих событий и этой стихии, не видел, но те фотографии, которые были размещены везде, когда на проводах там 10 сантиметров льда. Вот, да, звонили и говорили, что там плохо подготовились к зиме, вот результаты, да, но это не плохая, не говорит о плохой подготовке к зиме, это говорит о том, чрезвычайно, о ситуации, которая произошла. То есть, природный катаклизм. Ну вот сразу после прохождения циклона, ну как, почти сразу, да, после того, как глава округа, там, днями-ночами с этой ситуацией справлялся вместе со своей командой, как снег на голову, обрушилась новость о задержании Александра Шкарабулюка, о предъявлении ему там обвинений. Ну вот тоже хотелось бы ваши комментарии на эту тему услышать, потому что эту тему, ну, понятное дело, обсуждают все. Никита, ну я, конечно, тоже в полном неудомении, когда услышал об этом. Ну, хотя я не юрист, но для меня непонятно. Вот, я не понимаю, какие права, законы интересов, граждан, нарушенные мэром, вот, вот, какой ущерб в конечном итоге нанесен, кто это вот сейчас определяет, и почему такие меры приняты были вообще к нему. Прилетать сюда, арестовывать, везти в Южно-Сахалинск, непонятно, как будто это вообще какой-то преступник такой, который совершил такое чрезвычайное преступление. Вот, сейчас вот эта мера под домашний арест его определили. Для меня, конечно, тоже это непонятно и больно, потому что конец года, многие объекты нужно сдавать, нужно жилье сдавать, нужно садик сдавать в городе Ахе, нужно принимать бюджет, нужно планы строить на следующий год, уже быстро организовывать, проводить конкурсы, потому что денег, опять же, много выделяется Ахе, и на строительство жилья, и должна школа-садик строиться в Тонгоре, второй садик начинать строить в Ахе, проектировать другие объекты, те же самые очистные сооружения. Поэтому вот та мера, которая, я считаю, она просто неадекватна тем обвинениям, которые предъявляются мэру города и района. Вот, и, конечно, я считаю, что и население это прекрасно понимает, и вы понимаете, вот, несмотря на весь трагизм ситуации, мне радует то, что я вот многих встречал на улице, и проводил я прием, многие приходят и спрашивают, что делать, как нам помочь. То есть все отзываются о Шкрублике очень хорошо. И действительно, с его приходом многое сделано в городе и районе, особенно в коммунальном хозяйстве. Вот та же опять борьба со стихией. Поэтому, конечно, население проявляет инициативу, и ее надо проявлять, и, наверное, обращаться, и прокурору области, и следственное управление Сахалинской области. Ну что ж, уважаемые телезрители, напомню, что сегодня в рубрике «Серьезный разговор» побеседовали с депутатом Сахалинской областной думы, председателем комитета по социальной политике Владимиром Демьяновичем Иванцовым. Владимир Демьянович, большое спасибо, что пришли, ответили на вопросы. Спасибо, Никита. Спасибо, уважаемые хиньцы. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»